Открытый урок по защите прав ребенка Нина Шадричева провела для учеников 10-х классов. Все-таки тема, хоть и полезная, но сложная. И подходить к ней надо со всей ответственностью. Первое, что должен знать любой ребенок, и особенно его родители, это какие функции выполняют те или иные органы по защите прав детей. С этого и началась дискуссия. Трудные семьи, которые встали на учет ввиду своих недобропорядочных отношений к жизни, к детям, которые пьют, которые дебоширят, которые не работают и так далее. Эти семьи берутся на учет и, конечно, подразделения по делам не страшных посещают эти семьи. И, конечно, если они видят, то они тоже подключаются к защите прав и законных интересов детей. К этой встрече готовилась не только Нина Валентиновна, но и сами десятиклассники. Они формулировали свои вопросы на основании проштудированной литературы. Мы провели серьезную работу к подготовке. Конечно, обустраивали все, кабинет, материал готовили, собирали информацию, чтобы лучше знать и того человека, кто к нам придет, и вообще эту тему. Ну, я ребенок, меня интересуют вопросы о будущем поступлении, вообще, как это все строится. Все-таки и семейные какие-то проблемы, тоже хочется узнать, как поступают некоторые ситуации. Всего в рамках акции в школах и учреждениях социальной защиты уже открыты 155 пунктов правовой помощи, куда любой ребенок или его родители могут обратиться за бесплатной юридической консультацией до 23 ноября. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!